Здравствуйте, дамы и господа, девочки и мальчики. С вами вновь техно-шаман и шарлатан Амманул Карнел. И опять торсионная опера, второй сезон, третий эпизод. Торсионная модуляция. Когда-то еще в первом сезоне, когда мы разбирали принципы работы разных торсионных генераторов, я неоднократно упоминал о явлении торсионной модуляции. А что же это такое? Ну, давайте прикинем, чем это может быть. Итак, у нас есть несколько параметров вращения тела. Это непосредственно его вращение с какой-то угловой скоростью. Это прицессия оси вращения, у которой тоже может быть своя угловая скорость и свои определенные законы. И есть еще очень удивительное явление нутации. Что же такое нутация? Давайте посмотрим. Итак, идем в библиотеку. И смотрим, что такое нутация. Пожалуйста, здесь дано определение. То есть, мы, в общем-то, по вот этой картинке можем определить, что. Есть у нас ось вращения тела, есть ось прицессии. И, соответственно, смотрите, что у нас в красном обозначено. Так, еще и колебания оси прицессии. Ничего не напоминает из нашей торсионного пера, друзья. И вот, собственно, можно тут ознакомиться, конечно же, с различными абсолютно вещами. Но нас интересуют, конечно же, математические углы Эйлера. И, допустим, чистая нутация с точки зрения Эйлера, это когда хоть одна ось остается неизменной. Я почему застрял на этом внимании? Ну, просто, наверное, потому что этот момент я бы назвал краеугольным в понимании того, каким же образом торсионные объекты могут сохранять свою связь. Это непосредственно относится к тому, как эти же самые объекты совершенно запросто могут и обмениваться информацией. Давайте я уберу эти жуткие формулы и вернемся на предыдущую страничку. Смотрите. Вот я даже картиночку побольше сделаю. Вот она. Торсионная модуляция находится именно в явлениях, которые можно назвать нутационными. Потому что сама нутация тоже каким-то образом может быть промодулирована. И этих слоев может быть много. А теперь возникает вопрос, а как увязать это все с вращением? Ну, здесь я опять вынужден нажать стрелочку туда и нажать, наверное, на ссылочку сюда. И вот посмотрите на вот эту замечательную картинку. Ну, как, как? Думать надо. Мы этим, собственно, здесь и занимаемся, друзья мои. И вот, что я еще хочу сегодня сделать. Это пропиарить канал начинающего видеоблогера и начинающего пчеловода, с которым мы в будущем году запланировали эксперименты по Гребенникову. Как только появится у нас пчелиная сушь, так сказать. Очень рекомендую канал Black Wasp Video Production. Ссылка где и надо. Подпишитесь, поддержите. Хороший человек и пчеловод. Ну, и как водится, настало время немножечко порисовать для того, чтобы понять, что нам эти здания могут в принципе дать на практике. Ну, в той или иной степени. И вот давайте еще раз повторим то, что мы увидели, так сказать, в теории. Да, только нарисуем это все. Я сейчас возьму самый тонкий маркер. И давайте представим у нас, что есть некое вращающееся тело. Пусть у нас будет старый добрый гироскопчик, да, у которого вот есть некое вращение. Вращается, ну, пусть он в православную, как говорится, да, сторону. Вращается по часовой стрелке. Это совершенно здесь не важно. Вот. Ну, и, естественно, у него какое-то есть прецессирующее отклонение. И вопрос возникновения прецессии как таковой. Допустим, ну, пусть прецессия будет тоже направлена у нас в правую сторону. Это не важно совершенно. Опять же, смотрите, вот наблюдатель сейчас. Я вот он. Вот я наблюдаю отсюда. И у меня крутится в правую. Ну, а что, если мы поменяем степень наблюдения на противоположную? Окей. И вот тут возникает следующее, что сама ось прецессии, да, что мы видели на тех картинках, она вот здесь вот начинает сама, ну, пусть в ту же, блин, от нашего же наблюдателя, да, по часовой стрелке, крутится и распространяться. И теперь что у нас получается? Что она крутится вот здесь, крутится вот здесь и крутится вот здесь. Это уже обращение третьего порядка. И оно может эти порядки наращивать и наращивать. Нечто подобное, говорил Александр Мишин в своих теоретических лекциях. И да, действительно, природа устроена так, что все крутится и вертится. И действительно, нам стоит молиться к лесу, потому что сейчас мы сидим в технологическом лесу. Вот. Я тут ничуть не иронизирую. Почему? Потому что в данном случае я обещал показать и здесь в данном случае нарисовать, как же происходит взаимодействие между двумя вращающимися объектами. Ну, давайте я вот так вот чуть-чуть потолще раскрашу наши основные детали. Вот. Это у нас, ну, естественно, диск некий, отлитый из металла. Допустим. И где-то, где-то вращается ровно точно такой же диск. Я его нарисую поменьше, просто понимаете, что он в перспективе. А так будем считать, что он максимально точно идентичен. Вот. И вращается он. Условно говоря. Опять же, мы говорим с точки зрения наблюдателя. Помним, да, всегда про него. Вращается он в ту же сторону. Принцессирует он совершенно так же. И мутационную составляющую он имеет идентичную. То есть здесь сейчас нам уже стоит кое-что закодировать, наверное. переменная. Давайте это сделаем. Я возьму простой карандашик для того, чтобы, если нам не понравится какая-нибудь переменная, мы и переменим. Итак, назовем главное вращение. Это у нас будет большая такая вот омега подобная фигура. А это у нас будет угловая скорость. Дальше. У нас появляется некий угол альфа. И появляется некая угловая скорость здесь. Давайте ее обзовем сразу омега альфа. Или жопа альфа. Но дальше у нас появляется еще веселее, да. Некая угловая скорость здесь. И будет еще некий где-то угол. Я сейчас не буду его рисовать. Помню мой леровскую картинку. Угол бета. Давайте назовем его так. И так далее. Да, скажем, угла омега. Жопа в жопе. Жопа в квадрате. То есть, грубо говоря, мы здесь скорее нарисуем бесконечность. Этих вариаций может быть масса. Но. Это все относится к телу номер один. А вот у нас тело вращается номер два. И у него, соответственно, своя здесь есть. Маршевая угловая скорость. Есть свой угол альфа. Есть своя омега альфа. Есть своя омега бета. И вот смотрите. Если предположить, что у нас есть два сопоставимо идентичных тела. Которые имеют незначительные нутационные характеристики. Относительно, в принципе, вращения друг друга. Это я сейчас рассматриваю крайне идеальные условия. Друзья, это важно помнить. То в таком случае нет никаких оснований утверждать в том, что их нутационные характеристики не будут описывать состояние каждого из них. То есть, давайте языковом форму. И здесь я возьму уже фломастер. Вот, смотрите. Видите? Буква F. Она обозначает, что это фломастер. Допустим, что у нас омега-1 сопоставимо равна омега-2. Допустим, что у нас омега-альфа-1 сопоставимо равна омега-альфа-2. Допустим, что у нас? Омега-бета-1 сопоставимо равна омега-бета-2. Но видите, в чем дело? Здесь постоянно будет накапливаться ошибка. Если мы здесь, допустим, установим угловую скорость вращения, ну пусть будет 1 радиант в секунду, и здесь установим такую же, то в зависимости от массогабаритных характеристик, а атом в атом выдержать точную копию нельзя при известных способах изготовления таких волчков, что у нас получится? Все равно получится некая девиация и прецессия. Поэтому, если, допустим, угловые скорости могут равны быть в начальной точке, то дальше по взаимодействию этих систем эти точки будут расходиться. Поэтому ставлю уже знак приблизительное равно. И по этой же причине такой же знак ставлю приблизительного равно в прецессии. Хотя ошибка будет еще больше, но еще более-менее. Но здесь я вынужден тройную поставить тильду, потому что мутации будут постоянно скакать и прыгать. А теперь на секундочку вернемся в Википедию и прочитаем, что написано. Вот так вот. Поняли? Имеют такой характер. А это означает что? Это означает, что мы с точки зрения О, настало время взять самый жирный маркер и выделить нашего доброго наблюдателя, который сидел все это время, терпеливо наблюдал и слушал, как вы, мои дорогие зрители. Так вот. Получается у нас интересная картина. Если мы возьмем каким-то образом два процесса, настроим по двум, совершенно просто настраиваем техническим координатам, и сможем каким-то образом детектировать сигнал нутации, мы можем начать считывать какие-то нелинейные, абсолютно нелинейные торсионные сигналы. Вернемся немножечко к Эйлеру. И здесь, с точки зрения математики, я хочу сказать следующее. Если мы можем какой-либо процесс описать вполне себе систематической системой уравнений, то это патент. Он может быть сколь угодно сложен, но тем не менее он цикличен. И если что-то же не циклично, и каждый раз мы получаем новые результаты, это очень-очень-очень удивительное явление, которое мы как раз, наверное, и будем рассматривать в течение всего этого сезона, потому что данных на эту тему очень много, но я не знаю, как это все сказать, друзья. Вот, возвращаясь к нашим баранам, это всего лишь, еще раз напоминаю, умозрительно-теоретическая модель. Однако, используя эти принципы, можно попытаться построить электротехнические системы. И, более того, если использовать в этих электротехнических системах нелинейные компоненты, то есть полупроводники, ну, чем мы с вами в ближайшем будущем, в общем-то, и займемся. Ну, а на сегодня у меня пока новостей нет. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Крутим, вертим, мы все вертим, крутим. Смотрите за моим пальцем. И оставайтесь с нами. С вами был Манул Карлел.